Меня зовут Валерий. В шаблоне указано Валерий Васильевич, можно просто Валера. О чем мы сегодня поговорим, в предисловии хочется сказать о такой знакомом, о таком событии. Не так давно мы посетили всей компанией, ну, множество у нас было сотрудников, мы посетили практики индивидуального развития в Москве, такой фестиваль замечательный, Марк Кукушкин его проводит. И там была встреча, знаете, с молодыми миллионерами. Это люди, которые стали таковыми до 30 лет. Долларовые миллионеры и у них объединяет их единая такая мысль. Концепция продаж меняется, если раньше мы продавали рубль за три и пытались тюхать подороже, то новая парадигма называется три рубля за рубль. Я поясню, ну, например, знаменитый сервис Callback, который придумал Руслан, они действительно экономят денег клиента и продают три звонка по цене одного, по сути. Таким образом продажи упаковывают сама собой и специалисты активных продаж не так нужен. Мы, конечно, послушали его, все это замечательно, но в B2B сфере ничто не может заменить прямые продажи. Немножко о себе. Работаю я коммерческим директором в некоторых дочерних компаниях генеральным и возглавляю структуру, которая называется Центр клиентского сервиса. Мы называем ее коммерческий департамент. Это, по сути, бизнес-инкубатор. Когда у нас появляется какая бы то ни была бизнес-идея или гипотеза, наша команда проверяет ее на прочность, запускает мир, ну и уже дальше мы только вкачиваем в нее деньги. Прежде всего мы создаем не конкуренцию внутри компании, а мы ставим в свои задачи модернизацию уже существующих направлений. Это важно. Ключевую роль в этом играет как раз B2B, X24, с которым мы вместе уже больше двух лет, уже третий год пошел, как мы его внедряем, внедряем. Так что буду раз вам рассказать, как мы его дальше внедряем. Теперь, собственно, я буду иногда подглядывать в мою подсказку, шпаргалку. В универе делал хорошо. Сейчас немножко не получилось. Большая слишком. Это убережет меня как от бывшего рекламщика, склонного к самопиару. Это наша компания, я действительно ее люблю. Слоган нашей группы компаний у меня выбит на плече. Поэтому эти бумаги будут меня спасать от того, чтобы не было вот этого. И позвоните нам. Мы видим эволюцию системы продаж в B2B сегменте через создание партнерских схем с нашими конкурентами в первую очередь и во вторую очередь с контрагентами. И действительно, когда мы выходим на новые рынки, мы сталкиваемся с полной безызвестностью нашего бренда. Например, не так давно мы открыли первую франшизную точку в Ижевске. И у наших франчайзи был абсолютно логичный вопрос. Дайте нам инструменты для того, чтобы мы выпустили, ну, раскрутили наш бизнес, крутанули его так, чтобы клиенты к нам полились рекой. На что я вполне честно им ответил, что если бы у меня были инструменты гарантированные, маркетинговые, именно, запуска нового бренда, но, наверное, я бы не в России бы жил, честно говоря, где-нибудь в тепле. Так вот, именно партнерская схема продаж для нас это единственно возможный запуск стартапа в условиях ограниченного бюджета. То, о чем пишет Игорь Ман или Александр Левитас, на самом деле, это, конечно, применимо, но к B2B сфере не совсем. То есть, если мы напишем, грубо говоря, на визитке, что у нас там пять направлений, это не увеличит продажи сверхзнаково. И инструменты эти для нас не совсем эффективны. Что мы понимаем под стартапами? Это и новые направления, это новые продукты, все, что с этим связано. Кстати, вот наверняка задается вопрос, почему группа компаний BusinessGarant запускает новые продукты с нулевым бюджетом. Это наше принципиальное такое кредо. Мы уверены, что если тема не раскачивается без денег, она не раскачается, если туда влить. Мы отдаем себе отчет, где мы находимся. Мы компания среднего класса по московским меркам. Безусловно, если бы стояла задача, к примеру, раскрутить пятый мобильный оператор, конечно бы маркетинговые вложения требовались. Но вот в B2B сегменте, в частности, подчас они только губят. Они губят продажи в том плане, что люди очень быстро привыкают сидеть на входящем трафике. То есть вот мы запустили маркетинг, мы запустили рекламу, сидим, ждем. Такого как бы нелогично допускать. Немножко о нас. У нас не так давно появилась эволюционная цель. Это действительно такая классная вещь. Очень рекомендую каждой компании ей обзавестись. Примечательно в ней то, что она звучит не как конкретное достижение, она сформулирована в виде глагола. Это процесс. В нашем случае мы решаем проблемы предпринимателей. Именно это объединяет все наши направления. 12 лет на рынке, 10 филиалов, 200 с ближним сотрудников, больше 5000 клиентов. И 2017 год стал переломным в нашем развитии. Мы осознали, что нам тесно в Самарском регионе первый франчайзи нашел нас сам. Мы не давали рекламу. Действительно, наши партнеры из Вежевска приехали к нам и сказали, хорошо бы открыть ваш бизнес у нас. В то же время мы поняли, что отдавать все города под франшизу нелогично. Как минимум Москва, Питер и Казань логично открывать филиалами. Потому что этот рынок действительно очень привлекательный для нас. Но еще потихонечку думаем в сторону Крыма, так как он полностью свободен. И вот проанализировав, как нам выйти в Москву, Питер и Казань, особенно мы говорим сейчас про основные столицы, мы столкнулись с тем, что даже просто помелькать в интернете будет стоить примерно полмиллиона в месяц, это 6 мультов в год и мы понимаем, какую армию продажников мы можем нанять на эти деньги и закачивать маркетинг действительно бесполезно. И что мы предприняли? Не так давно мы запускали дочернюю компанию юридическое его направление. Этого нашу пятерочку компанию дискаунтер. Бренд называть не буду, дабы не сочли за рекламу. Мы действительно уронили цены на 40%, потому что мы вычли из уравнения себестоимость офисов, оказывают услуги наши действующие сотрудники, значит не требуется фод. И таким образом, сохранив показатель чистой прибыли, который равен примерно 46%, мы запускаем эту компанию. И вот мы упаковали прайс так, чтобы нашим конкурентам было выгоднее продавать наши услуги, нежели оказывать их самим. Это тот самый момент, когда мы 3 рубля продаем за рубль. На данный момент мы представлены 5 направлениями. По сути, есть вот такая легенда, что ли, я не знаю, правда или нет. На другом берегу Волги есть разные села. Рождествено, Выползово, Ширяево, Смертина, в общем, символизирующий полный цикл жизни человека. Точно и так же наше направление символизирует полный цикл жизни бизнесмена. Мы его регистрируем, ставим на бухгалтерское обслуживание, взыскиваем для него дебюторские задолженности, избавляем от долгов, подбираем коммерческую недвижку и продаем бизнес, либо помогаем расширяться через франшизу. Таким образом, охватываем полный сегмент. И с какими же проблемами мы столкнулись? Повторюсь, неизвестность регионального бренда. Я так понимаю, эта штука не понадобится нам. В Ижевске, в Москве, Питере, Казани мы никому не известны, к нам трафик не идет, нужно что-то делать. Высокая активность конкурентов и стоимость вхождения на рынок. Во всех трех городах, четырех, мы столкнулись с одинаковыми проблемами. При выводе новой компании на рынок мы столкнулись ровно с теми же проблемами и думали, как же их решать. Выход был найден в чем? Это в упаковке продуктов. Мы активно внедряем у себя такие слова, как бирюза, джайл, скрам. Наверное, многим из вас известны. Вообще, кто работает по скраму? Немного. Кто читал книжку про бирюзовую организацию? Хорошо. Тоже немного. Если у вас будут вопросы по этой теме, рад ответить. Все наши новые компании создаются рядовыми сотрудниками. Если потребуется вложение в развитие этих компаний, они скинутся своими деньгами. Это действительно так. При раскрутке дочерней юрфирмы я сам вкидывал свои деньги. Просто так. Потому что это круто, потому что мы создаем самостоятельно продукты. Это действительно вовлекает людей. Это и есть термин живая организация. От бирюзы пришлось уже отказаться, как и во всей России. Если будет интересно, чуть подробнее расскажу об этом, почему. Так вот, повторюсь, мы упаковываем продукты таким образом, чтобы нашим конкурентам было выгоднее покупать у нас, нежели оказывать услуги самостоятельно. Как происходит процесс продаж? Мы приходим в компанию, занимающуюся, к примеру, юридическими услугами. Показываем наш прайс и говорим, что если ваша себестоимость ниже нашего прайса, извините, удачного дня. Если выше, давайте работать. Так как у нас есть тема коллекторского агентства, мы позволили себе такой инструмент, как 100% постоплата. То есть наши партнеры ничем не рискуют. Мы ликвидируем фирмы и их клиентов и только по факту успешного завершения получаем деньги. И абсолютно уверены, что нас не киданут. Это важно. Вторым пунктом, о чем хочется сказать, это расширение нашей франшизной сети. Мы действительно упаковали наш бизнес таким образом, опять-таки применяя Bittrex24 активно, прописав все бизнес-процессы, мы вышли на цифру в 148% годовых и окупаемость за 7 месяцев. Это действительно подтвержденные данные и опыт франчайзи Ижевска сейчас это как раз подтверждает. Мы их раскачиваем ровно в соответствии с нашим планом. Не все идет гладко, но я уверен, что на эти цифры мы выйдем. С какими проблемами мы столкнулись при упаковке франшизы? Ну, прежде всего, это опять-таки у нас нет денег, нет готовых маркетинговых инструментов и сейчас в Ижевске мы оптимизируем прайс, не выводим на внешний рынок демпинговое предложение, а выводим его только для партнеров. То есть конечный потребитель видит одну цену, а агент видит другую. Это вполне себе логично. Все это возможно только при таком слове, как доверительное партнерство. Мы реально показываем нашим агентам, нашим партнерам всю подноготную компанию. Они видят денежные потоки, которые мы получаем от клиентов. Мы открываем им пусть и частный доступ в нашу систему Bittrex, но вот в некоторых направлениях мы столкнулись с тем, что нет технической возможности, к сожалению, ограничить должным образом видимость. Но в данном случае мы приняли решение, что мы показываем все. Сейчас по такой схеме мы продвигаем недвижку, именно жилую недвижимость. Во многих жилых комплексах мы выступаем таким отделом продаж на аутсорсе, мы вкладываем туда и свои деньги также и реализуем. Но большие маркетинговые затраты идут в бюджет. И мы сейчас партнеримся с многими интернет-агентствами по этой схеме. Как она работает? Два месяца мы играем за кэш. Они нам говорят, нам нужен бюджет 150, отлично, хорошо, вот вам он. Но по истечении двух месяцев мы переходим с вами на процент от продаж. Какой мы плюс получили? Вот не поверите, из интернет-агентств получаются такие прекрасные аудиторы продажников, которые невозможно даже нанять извне. Они действительно копаются во всех нюансах сделки, потому что понимают, что это не просто рекламный бюджет, они будут зарабатывать вместе с нами только в случае, если наши продажники сработают хорошо. Они слушают звонки, делают транскрибации звонков, делают нам рекомендации, и эта вся тема поет. С точки зрения продажника это тоже хорошо. Когда мы пытаемся хлыстом их так стягать, давайте, давайте, продавайте, несоответствие с крипту, они воспринимают нас как давление. Внешне же контрагент как давление не воспринимается. Это некий такой, даже многие продающие специалисты сплотились вокруг. Вот у нас присутствуют здесь наши партнеры, интернет-агентство Сабит, я вижу глаза Маши. Так вот, наши продажники в плане юридического направления, у них даже такая супер-пупер цель жизни заполнить табличку для Маши так, чтобы она не придралась. Вот прям у них это смысл прихода на работу, это прекрасно. Мы поменяли в новой парадигме продаж в B2B сегменте само понятие продажника. Если раньше мы воспринимали это, что у нас должен быть специалист в штате, теперь мы понимаем, что да, это должны быть определенные штатные специалисты, должны быть партнеры по продвижению, также посаженные на проценты, конкуренты, безусловно. Поподробнее расскажу про продажников в штате. Такая ситуация пришла в компанию BusinessGrant два года назад и был удивлен, что в B2B направлениях у нас абсолютно нету активных продающих специалистов, есть консультанты. Это действительно так. Вообще, вот Лена правильно упомянула, что в современном мире Котлера можно там в общем-то не читать. Я цивилизованное словосочетание выбрал, потому что все не работает, эта тема не поет. Вот в качестве партнеров по продвижению продажники поют, конкуренты поют, продажники в штате у нас появились наконец-таки, потому что ведущий специалист все-таки, бухгалтер должен заниматься бухгалтерским учетом, юрист должен заниматься юриспруденцией исключительно. И когда мы пытались подсадить существующих специалистов и профессионалов на кросс-продажи, в общей доле выручки это меньше процента. Тема не работает. Продажникам же кросс-продажи заходят. То есть вот появляется новый продукт, пожалуйста. Главная задача это продать новое направление собственно продающему специалисту, чтобы он в него поверил. И какие результаты мы добились на сегодня. Новое направление еще раз повторюсь, для нас цифра в 2 миллиона 200 не является какой-то великой. Но эти 2 миллиона 200 это сумма сделок новых направлений, созданных сотрудниками без затрат на их раскрутку полностью по партнерской схеме продаж. Вот пока таких цифр мы достигли, это приблизительно за полгода. Два новых направления и минимальной рентабельностью, при которой мы влезаем в бизнес, это 46%. Если на 1 рубль мы не зарабатываем рубль 46, то как бы, ну нет, мы туда не лезем. Напомню, что по скрам-бирюзе и живым организациям тоже готов вам рассказать. Вопросы? Объясню. Достаточно легкий ответ, кстати. Если мы читали книгу, то проходит стадия оранжевая стадия, четкой эффективности бизнеса, зеленая, потом бирюза. Перескакивать нельзя. А зеленая стадия подразумевает отказ от денег. То есть, есть цели, есть сделать Россию удобной для бизнеса, как вот у банка точка, но нету цели по выручке. Средние компании точно так не растут. Если у продажников нет ориентира, что я должен сделать, то он либо уходит, либо сдувается. В общем, тема не раскрывается. Поэтому в России вот сейчас есть эта тенденция, что бирюзу заменили на понятие живая организация. Чтобы как раз была подмена. Такая оранжево-бирюзовая тема. Вот мы, компания, реально оранжево-бирюзовая. Действительно, мы про деньги, мы про клиентов, мы про смыслы, но мы понимаем, что все это невозможно без вовлеченных сотрудников. И уже сейчас мы видим плоды этого труда. Еще раз повторюсь, все новые направления создают сотрудники. Не топ-менеджмент. Топ-менеджмент может наставлять, помогать, но не более того. Да? Ну, начну с первого вопроса. Работаем мы примерно чуть больше года по этой теме. Нам оно понравилось. Сначала у нас были проекты по классическому PMBOOK. До бизнес-гаранта я давненько-давно работал в мегафоне, мы там внедряли классический проектный менеджмент, он там не запел. И когда мы пытались внедрить бизнес-гарантию, я тоже примерно осознавал конец этой темы. С чем это связано? С тем, что многие проекты мы сделали, ну, то есть проект завершен, а мы еще дописываем документацию по нему. То есть мы его еще не можем правильно оформить. И вот это больная тема PMBOOK. И еще он немобилен, нельзя развернуться. Чем нам нравится скрам? Мы запускаем многие направления, не зная, как они поведут себя. Действительно, вот даже партнерская схема продаж, это мы пришли к этому, только споткнувшись о том, что никому неизвестный бренд не качается даже низкой ценой. Тем более, в таком сегменте интимном, как ликвидация фирм, реально интимным такой процесс. Возраст задолженности, бухгалтерский учет, интимная тема. Поэтому мы пришли к скраму больше года назад. Почему он в России не работает? Мне кажется, многие люди, которые сейчас занимаются продвижением вообще бирюзовых тем и скрама, в частности, agile философии, как одной из элементов, не являются истинно бирюзовыми. Я не буду называть конкретно фамилии, но во время посещения таких я вот вижу, что человек, вот чертов Сталин, вот человек реально Сталин, и заливает мне в уши про то, как нужно любить людей, хотя у него в глазах читается, что он выжимает из них все соки, чтобы поиметь денег больше для своей компании. Вот такие люди и двигают у нас в большинстве своем эту тему, поэтому она и не взлетает. Люди видят фальшь. И когда, если человек, не являющийся вот таким, начинает двигать тему скрама, ну, не взлетит. мы сами на этом тоже споткнулись определенным образом, когда мы понимали, что идем не туда, что как только мы начинаем вести проекты с целью увеличения выручки в первую очередь, как правило, с ними происходят плохие вещи. Вот когда мы реализуем их, чтобы вовлечь сотрудников, удивительным образом они взлетают. Безусловно, спасибо за вопрос, как раз хотел это уточнить, но запамятовал. Они продвигают исключительно под своим брендом. Мы для них всего лишь подрядчик. И это правильная позиция. Потому что, по сути, они наш маркетинговый отдел. Они гонят трафик. Мы не вкладываемся в рекламу, они вкладываются. Мы настроены на долгосрочное партнерство и понимаем, как только наш продукт перестанет быть им выгоден, это значит, что его пора модернизировать. Значит, продукт не тот. Если его конкуренты не покупают, значит, он плохой. И вот мы в дополнение отмечу, что мы отказались от продажников звезд. Мы видим золотую середину. Должен быть адекватный продающий специалист с адекватнейшим вознаграждением, но и упакованный продукт. То есть у нас, к счастью или к сожалению, не сетевой маркетинг. Мы не впариваем какой-то вот БАДы и прочую ерунду. Мы даем людям то, что им нужно. И нашим партнерам, конкурентам в том числе. Поясните, пожалуйста, вопрос. Не требуется лицензия на казанье бухгалтерского учета на ликвидацию? Также это юридическая процедура? Да. И на банкротство не требуется. В лимите банкротства участвуют арбитражные управляющие? И вот эта должность должна подтверждаться с сертификатами. Да, да, да. Еще раз повторюсь, что эти услуги, которые мы упомянули сегодня, они лицензируются. Поэтому с этим все в порядке. Клиентов нам, партнеры, передают посредством, опять-таки, битрикс24. мы им передаем доступ и таким образом с ними работаем. Сразу хочется добавить, что, должно это повториться, что реально методом проверки работы с нашими партнерами мы подтверждаем, хороший ли продукт. Именно партнеры, как являются профессионалами рынка в своей отрасли, они даже лучше клиентов могут сказать, действительно, мы хорошо упаковали, не готовы купить, значит, продукт плохой, надо переделывать. Работает через экстрамент. Мы даем им доступ к нашему порталу ограниченный. Я не совсем понял вопрос. То есть там есть функционал экстрамента, как раз, когда вы безопасно даете доступ и, возможно, вы даете доступ. Мы даем доступ безопасно. Безопасно. Более чем. Это важно. У нас, знаете, в особенности в вашем бизнесе. Мы базу клиентов только причесываем, находимся в постоянном вот этой модернизации технической составляющей нашей CRM, но в течение большого количества времени все время боимся, что нас ее кто-то украдет. Поэтому мы очень осторожно даем доступ. Понятно. Так, ну вот на самом деле в приложении вопросы есть, они в основном… Еще вопросы из зала. Тут я понял вопрос. Тут какая тема… У нас партнерская схема сейчас летает в юридическом направлении, и там клиент взаимодействует с компанией-партнером нашим на начальном этапе. Он отдает всю документацию и больше он со специалистом не общается. То есть они общаются с ним. Тут немножко такая ломаная цепочка. С клиентом напрямую мы не взаимодействуем в данном случае. Мы взаимодействуем с нашим агентом. Вот. Поэтому здесь никакого там воровства клиентов не подразумевается. Все друг друга доверяют. Из приложения был вопрос? Еще полтора минуты. На самом деле больше, да. Мы каким-то чудесным образом сэкономили. Пытались, да, быть в тайминге, но вот этот монитор, он, видимо, идет быстрее, чем часы на стене. Вот. Поэтому… Круто. Для того, чтобы купить франшизу и… Покупки франшизы, правильно? По сути, есть требования только к аренде офиса, есть паушальный взнос, я могу подробнее вам там предоставить условия по франшизе, чтобы не быть голословным, но могу сказать, что вот на все четыре направления затраты составляет примерно 700 тысяч. это до момента окупаемости. То есть вот 700 это до седьмого месяца. Требования каких-то конкретных нет, потому что именно во франшизе, но серьезно, мы смотрим правде в глаза, мы не Dodo Pizza, мы благодаря нашим франчайзе развиваемся и растем. И мы ценим эту обратную связь от них. То есть наш продукт, это продукт, который мы создаем вместе с ними. Dodo Pizza тоже ценит своих. Я просто про то, что у Dodo Pizza это реально для нас такой ориентир упаковки. Особенно их IT-система, которая не подразумевает шаг влево, шаг вправо, прям монолиза всех IT-систем. Да? Ну да, да, вот там подсказывают как раз еще коллеги с пульта, что у них нет коллекторов, а у вас коллекторы есть. Это у вас отличается. Глава коллекторского агентства, на секундочку, чтобы у всех было правильное понимание, 67 килограмм или 77. То есть мы без бит, только правовое поле. Почему-то многие потенциальные клиенты так думают. Ну 67 килограмм тоже неплохой боевой вес. Меня используют как лицо коллекторского агентства, чтобы было понятнее в регионах особенно, что мы решаем вопрос. Ну это хороший ход. Так, ну про скрам на самом деле вопросы не до конца понятные. ну я так подозреваю, что их задавали в общем-то люди, которые здесь сидят, скорее всего, да? Вот. Вы не могли бы это лично сделать, потому что не очень понятно, как его задать. Вот. Но есть вопрос про города. То есть какие нужно, видимо, вашим коллегам список городов, куда вы дальше планируете и принцип их отбора. Москва, Питер и Казань. Объясню, почему Петербург. Мы начинаем первый филиал именно помимо Тольятти, разумеется, открывать в Петербурге, потому что там есть выработанная инфраструктура для нашей деятельности, и мы понимаем, что туда мы зайдем с легкостью. В Москву мы идем, ну просто потому, что надо в Москву идти. В каких-то объективных… Казалось бы, вот, да, это Москва. Мы, прежде чем выйти, проводили долго маркетинговые анализы. Я был реально против этого, потому что как ни крути, вот если проводить аналитику, в Москву соваться нельзя. Конкуренты злые, государство там прекрасное. Вот. Бюджет, да, бюджет на рекламу отвратительный. Отвратительно высок. Казалось бы, не нужно трасоваться. Зато логично пойти в Крым, потому что Крым совсем недавно стал частью России, и предпринимателям реально там нужна поддержка, как существовать в новом правовом поле. Конкуренции никакой нет, но количество предприятий меньше, чем в Самаре, в три раза, согласно Росстату. То есть рынка нет. Конкуренции нет, рынка нет. В Москве рынок есть, конкуренции нет. Вот. А в Казань, потому что на этапе становления мы действительно смотрим, где было бы чисто территориально ближе, потому что открывая новый филиал, в любом случае придется достаточно часто туда ездить. И мы бы с радостью бы открылись в Новосибирске, но туда лететь далеко. А есть Уральск, который 200 километров от Самары? Уральск, это территория другого государства. Вы не хотите сделать международный? Выводить в офшор? То есть ликвидация через вывод в Россию, вот это интересно, тем не менее, казахам не зайдет. Может быть, потому что ваше коллекторское агентство там будет более ограничено возможно. Возможно, и так, да. Еще вопросы? Ну, поподробнее, да. То есть есть классическая система становления организации в России и такая вот идеал организации это оранжевая структура, когда есть четкая иерархия, есть структура подчинения, но она не дает людям развиваться. То есть человек сперва хочет стать руководителем отдела, а потом включает мозг. Он сперва хочет стать руководителем департамента, потом он включает мозг. В терминах бирюзовых организаций роль руководителя меняется, вот в этом плюс. Живая организация по сути российской бирюзовой мы уже поднимали сегодня этот момент, вот поэтому это я тоже отождествляю эти термины. Не являюсь сверхэкспертом в этой области, просто я прохожу трансформацию на своем опыте и как бы изнутри вижу. Когда мы встречаемся с профессиональными коучами, фасилитаторами и прочими умными людьми, они как правило говорят, что мы все не так понимаем, что по теории нужно не так, мы изъясняемся не теми терминами, но обычно мы именно это говорим, мы действующее предприятие, а вы коуч-фасилитатор, поэтому как бы нам попроще. В нашей же парадигме руководитель может быть только наставником и коучем, то есть реально в нашей компании сотрудник может сказать руководителю или нет, конкретно в нашей структуре он может еще и послать. Это не возбраняется. То есть есть не только в дихотомии, где можно сказать да или нет, есть и третье. Если обосновать, он сможет, безусловно. Можно обосновать. Обоснуй. Вот что, коллектор заговорил. Вот рука. Это абсолютно никак не оформляется. Полное доверие. Если мне нужно оплатить домен за сайт дочерней компании, я иду из своей зарплаты оплачу, потому что я этого хочу. Это не 500 рублей, это 6 тысяч в месяц, 6 тысяч в год. Потом мы добавляем, если нам нужна какая-то раздатка, потом мы добавляем представительские расходы. То есть абсолютно полное функционирование компании. Это небольшие деньги, я сразу вам скажу. Безусловно, это небольшие деньги. Потому что мы действительно с нулем. Но, не знаю, для моей семьи, например, это большие. То есть моя жена против. Когда она ей говорит, что я вкачал в дочернюю компанию, она мне задает вопрос, когда мне это отобьется, я говорю, мне не так важно, потому что мне интересно этим заниматься, воспринимает, как то, что я потратил бы их на сноуборд, к примеру. Это как хобби, это как жизнь такая. Мы с женой часто спорим на этот момент. Она работает у меня в банковской структуре достаточно жесткой, и когда я говорю, что мы на работе живем, а вне работы существуем, она мне все время говорит, что мы сектанты и психи. Но при этом она была за то, чтобы я сделал татуировку со слоганом нашим. Не знаю почему. Видимо, верит у нас все же. Хорошая, хорошая тема. Нет, не обязательно меня часто спрашивают, что я буду делать, если, например, меня уволят, не дай бог, ни за что, не уйду, приконю себя к батареи. А какой слоган? Воплощая задуманное. Это слоган, который придумала наша структура, логотип у нас бриллиант, у меня это камни по гороскопу, так что, в общем, если что, то все нормально. Слоган мой, камушек мой, бизнес-гаранта нет у нас. Здесь параллельно конференция тоже с бриллиантами проходит. С бриллиантами ходят? Ну, Amway. я снимаю перед выступлениями, да. Спасибо огромное, Валерий. Спасибо вам.